Приветствую вас и давайте представим себе, что вот то, что вы хотите сделать, вы сделали. Все ей высказали, да, бывший за ней, вашего мужа, может быть даже подрались с ней. А что дальше? Давайте представим себе. Вы знаете, в психологии есть такой термин, как визуализация. Если человек все, чем сильно хочет, ему нужно это представить, чтобы понять, действительно ли он этого хочет. Сейчас не странно, но после визуализации и иногда после последующего переноса этой визуализации на какой-то предмет, человек становится легче. Но, давайте подумаем вот о чем. Ну вот, сделайте вы так, как хотите, мы уже к вам решили, да, что вот вы представляете, как ее там ругаете, как обещаете ее во лжи, хорошо. А что дальше? А дальше, я вам скажу, дальше у нее, у бывшей сыны, вашего мужа, у нее дальше появляется повод основания для того, чтобы вас обвинять. Но, в самом деле, если сейчас она из пальца высасывает все то, в чем вы, может быть, виноваты, то тогда у нее появится, по сути дела, реальная основа для своих претензий к вам. И задайте себе вопрос, это то, чего вы хотели бы, это то, к чему вы стремитесь, а главное, сделает ли это вас объективно счастливее? Вот, ответьте себе на этот вопрос. Если вы хотите что-то доказать, что-то доказать жене, бывшей жене вашего мужа, то смейте вас заверить. Ничего у вас не получится, доказать у вас не выйдет, потому что женщину волнуют явно не какие-то абстрактные доказательства, не какие-то там, знаете, правдивые обстоятельства. И именно из-за того, что женщину волнует только ее желание, она и будет вести себя так, чтобы эти свои желания удовлетворить любой ценой, любым способом. Ваш муж правильно понимает ситуацию, когда говорит, что жене непереносимо, по сути, то, что у вас все хорошо. Ну вот, не может она выносить, не может она наблюдать, как у вас все прекрасно. Это значит, что у человека имеется определенный дефицит. Дефицит чего? Дефицит благ, дефицит удовлетворения желаний, Дефицит самооценки, возможно. Ну и, конечно, она сейчас зажалеет о том, что ушла от вашего мужа. То есть, человек это, в принципе, несчастный, которого не очень-то волнует, еще раз повторим, не очень-то волнует его то, что вообще на самом деле происходит. Ну, неужели вы думаете, что она не видит, как, не видит, как, например, ведете себя вы, когда с ней разговаривает? Неужели вы думаете, что она не отдает себе от шерфтов, что делает? Конечно, отдает. Специально отдает. Специально делает все то, чтобы вас поссорить. И единственным правильным поведением здесь, в этой ситуации, будет только игнорирование. Я понимаю, что это очень тяжело для вас будет. Я понимаю. Но и вы поймите, что если вы вважаетесь в ее игру, на ее уровне, к тому же, то будет вам от этого очень плохо. потому, что на своем поле, на своем уровне, там, где она чувствует себя максимально комфортно, у нее более выигрышное положение, чем у вас. И она специально пытается вас, по сути, в это положение, на свой уровень, она пытается вас туда опустить. Потому что знает, что если вы перейдете туда, где она чувствует себя идеально, то вы проиграете. У нее появится бесчисленное множество причин, бесчисленное множество поводов, для того, чтобы доказывать мужу, вашему мужу, какая вы плохая. Я не думаю, что вы хотели бы этого. А раз так, то давайте придерживаться того момента, в той точке зрения, чтобы не давать ей повод. Для себя постарайтесь сделать ключевым моментом, ключевой мыслью, ключевым мнением, что человек несчастен. И именно потому, что человек несчастен, он и делает все эти вещи, которые вы наблюдаете, которые вы видите. и он делает это до тех пор, он будет это делать до тех пор, пока видит какую-либо реакцию на свои действия. именно реакция, по сути, определяет то, что человек делает. Если обратные связи он видеть не будет, от вас, от вашего мужа, в большей степени от вас, то и со временем затухнет желание что-либо делать, потому что без обратной связи, без подпитки, извне того, что человек делает, нельзя рассчитывать на успешное завершение того дела, которое человек начал. И каждый раз, когда вы будете игнорировать ее, у вас будет повышаться шанс того, что бывшая жена вашего мужа просто-напросто потеряет надежду на его вытрачинку. Что касается ребенка, то ребенок здесь выступает, к сожалению, как аргумент, как средство, потому что она бывшая жена вашего мужа вполне вероятно специально настраивает ребенка на такие договоры и возможно она своего ребенка также просто направляет на выгодные ей цели и не более того. давайте немножечко суммируем и постараемся ответить на ваш вопрос. Значит, стоит ли на нее нападать и дать себе волю? Нет, не стоит. Ничего хорошего это вам не принесет. Можно визуализировать ее образ и путем переноса, например, знаете, допустим, вы запишите там секцию скажем единобор бокса и когда вам представят грушу да боксерскую грушу вы будете ее избивать и представлять себе в этот момент бывшая жена и поверьте вам полегча. На вопрос как реагировать на нее я надеюсь ответил ответил я надеюсь достаточно полно я хотел раскрыть все основные моменты которые мне кажутся верными и напоследок мне хочется вам сказать вот что если вы сами в себе сомневаетесь если у вас есть сомнения например относительно того что действительно ли вы там привлекательны для своего мужа например действительно ли вы там самое лучное для него действительно ли вы удовлетворяете его во всем сомнение если вот такого плана вдруг у вас сомнения закрадываются то я не буду говорить вам классических слов не позволяйте себе об этом думать когда человек не позволяет себе о чем-то думать он как раз таки об этом и думает это уже доказанный факт мы скажем лучше с вами немножко по-другому мы скажем с вами так попробуйте попробуйте подумать в чем вы сомневаетесь и эти сомнения по сути развеете путем работы над тем в чем вы себе сомневаетесь то есть сомневаетесь например вы в том что вы самое красивое самое привлекательное для своего мужа хорошо вы просто хотите подумать а какой бы вы хотели быть чтобы не сомневаться вот если у вас получится этот вопрос для себя решить то и проблема сомнения вопрос сомнения он как бы уйдет сам по собой на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше перед тем как закончить и попрощаться мне бы хотелось еще добавить вам такую вещь может быть я ее не очень хорошо раскрыл в своем освете это вопрос того как вам воспринимать бывшую жену своего мужа видите ли вы считаете что она пытается оскорбить вас потому что именно к вам она имеет претензии на самом деле вам нужно отойти от этого восприятия поведения бывшей жены вашего мужа как направлено именно против вас если бы на вашем месте была бы другая любая женщина она бы точно так же себя вела оттуда то есть вы ваша личность для нее не представляет никакого значения и как говорится ничего личного нет это просто движимое своими желаниями своих неудовлетворенностей женщин и очень важный момент заключается в том что человек который находится во власти своих желаний он не отдает себе отчетом что правильно а что нет что адекватно а что нет он думает только о себе и как ребенок который не мыслит мира и окружающего без себя так и бывшая жена вашего мужа не мыслит о мире без нее это ошибочное заблуждение мы это ошибочное точнее мышление но это заблуждение связано с тем что человек не будет подняться за предел своих желаний таков уж он и именно поэтому она ушла от вашего мужа именно поэтому она встречалась со вторым она всегда руководствуется только своими желаниями и все что она делает сейчас все ее улучшения это тоже улучшение для того что она хочет что-то получить и как вы думаете в каком отношении заслуживает человек который думает только о себе который руководствуется только своими желаниями но я думаю такого человека нужно пожалеть потому что ведь это поведение присуще ребенку а если взрослый человек ведет себя как ребенок как ребенок то он не осознает себя а не осознающий человек для осознающего это очень всякое зрелище этому человеку хочется помочь какому человеку хочется поддержать и вот именно в такой позиции с позиции понимания с позиции жалости с позиции превосходства и не сравнение себя с ней а ее с собой вам нужно на нее смотреть и тогда поверьте мне ее попытки испортить ваше отношение с мужем покажутся вам комаринами укусами и просто-напросто знаете каприз вот теперь все всего вам доброго и удачи до сих пор до сих пор до сих пор